Всем привет! Вы на канале о вязании, меня зовут Ольга, и я начинаю новый типа влог. В общем, я вернулась со своего двухнедельного отпуска, и это был очень необычный отпуск для меня. Во-первых, я надеюсь, что вы видите, что я очень сильно загорела. Давно я этого не делала, не загорала так сильно. Вот, значит, никуда я далеко не ездила, ни на какие моря. Это огородный загар. Я поехала к родителям, и это был физический отпуск. Я очень много работала и практически вообще не вязала, можно сказать, не вязала совсем. И самое ужасное, во что мне сложно поверить, и нужно, наверное, признаться самой себе, что вязание больше не занимает такую глобальную часть моей жизни. Раньше я думала, что без вязания вообще я не смогу прожить ни дня. Оказалось, что могу, и на данный момент я понимаю, что я могу даже отказаться от вязания полностью. Так бывает. Меняются приоритеты, меняются интересы, меняемся мы со временем. Пока что я не отказываюсь от вязания, потому что я еще окончательно не поняла, чем я буду заниматься дальше. Мысли есть. Я потихоньку обдумываю, как это все делать. Вот. Но вязание пока что будет оставаться на каком-то уровне в моей жизни. Значит, почему я это сказала? Потому что, вы представляете, я собиралась. Вот вчера мы приехали. Я собирала вещи, и я понимаю, что я забыла свою сумку с вязанием там. Я собрала все, что угодно, а вязание забыла. Это первое, что я вообще всегда ложила в сумку. Ну, в принципе, я положила вязание. Все, что я вернула назад из того, что я брала, это... Вот моточек я продолжаю. Это плейс-маты, которые я вяжу уже другого цвета. И один моточек всего. Там осталось 4 мотка, наверное. Также я брала с собой... Хотела вязать себе топы. Думала, что у меня будет много времени. Я этим буду заниматься. Но нет. Времени не было совершенно. И я брала с собой Ализе Диву. Серого и черного цвета. Я ее даже не начинала. Но я закончила жилетку для средней дочки. Я думала, что я приеду и ее постираю. Но я забыла. Забыла ее там. Вот. И самое обидное. Как бы пряжа фиг с ней. У меня тут хватает пряжи. Из чего вязать. Я забыла там крючки. Мои любимые. Это крючки Кловер. Я брала с собой размеры от 1,5 до... Наверное, 2,5. Вот эта 2,5 приехала со мной. Потому что я в рюкзак положила. Думала, что в дороге буду вязать. Но в последнее время я в дороге не вяжу. Просто смотрю в окошко. И остались вот крючки. Я не знаю. У меня где-то должны быть старые крючки. Я думала, может повязать себе какой-то топ из другой пряжи. Мне бы нужен был крючок 1,5 миллиметра. Но его у меня нет. Вот. Значит. Что у меня с компьютером? Так. Значит. Это то, что я повязала там. А. Из того, что я связала. Значит. У меня там было... Нужно было довязать спинку жилетки. Обвязать горловину. Обвязать рукава. Я все это сделаю. Я вам попозже покажу. Когда ВТО пройдет. Я завезла туда жилетку для младшей дочки. Мы померили. Все отлично. Все хорошо. Вот. Значит. Для средней дочки я тоже связала. Не знаю. Посмотрю. Она такая большевата получилась. Возможно. Они поменяются со старшей. У старшей. И с хлопкой связаны. Они из ализодивы. Возможно. Потом я свяжу еще одну жилетку из ализодивы. Там спицы остались еще. Так. И я связала... Один. Нет. Два. Я довязала один плейсмат. И связала полностью второй плейсмат. Это все, что я связала за две недели. Вот. И, ну, начала совсем чуть-чуть связать-отвязать. Получается, третий. Ну, можно сказать, что я связала полтора плейсмата. За две недели. Чем же я таким занималась, что не нашла времени? Не только на вязание, но и с питанием. У меня там тоже были проблемы. Значит, я привезла лишний килограмм за две недели. Активность была очень большая. Но я себе позволяла вообще все, 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 все. Самое, от чего я отказывалась. Я это делала, в принципе, намеренно. Не то, чтобы мне там очень хотелось. Но я понимала, что я там только две недели. Потом я уеду. И, соответственно, я смогу восстановить свое питание на нормальный уровень. Не было времени, чтобы там завешивать, делать эти тарелочки. Если бы я уезжала на все лето, то я бы, конечно, себе такого не позволяла. Так как я понимала, что я уехала на две недели. Я старалась где-то собирать все-таки по метаболическому принципу. Кушала много овощей. Но были и погрешности в еде. Это были магазинные сладости. И мучные, и конфеты. И мороженое было много. Я много работала физически. Дома практически не сидела. Этот загар у меня был в течение первых трех дней, пока я там была. На огороде немножко пополула. И вот он, загар есть. Отличный загар. Дальше уже просто, когда гуляла в шортах и в майке, загар укреплялся. Гуляла много с собакой. У меня там есть несколько кусочков. Что-то вставлю, что-то не вставлю. Не знаю. Посмотрим. Собирала ягоды. В принципе, сидела я на месте только когда перебирали горох, перебирали ягоды. А так, постоянно в движении, постоянно что делаешь. Там родителям помогала с маленьким хозяйством. Очень много курочек, цыпляток у них. Есть кролики. Большая собака. Я, по-моему, это говорила. Так, значит, и еще, так как родители, мама моя уже второй год на пенсии, и они переехали полностью, получается, жить в деревню. У них есть в городе квартира. Квартиру решили сдавать, поэтому целую неделю мы чистили квартиру, все отдраивали. Нужно было собрать, перебрать вещи. Это было и немного грустно, и в то же время очень интересно, потому что практически всю неделю мы с мамой вдвоем там пересматривали вещи, перемерили. Я нашла свое платье выпускное с 11 класса, в которое я влезла, но не сфотографировалась. Зато я сфотографировалась в мамином свадебном платье. Я не буду вставлять эту фотографию, но я тоже в него влезла. Я помню, когда маленькая была, его доставала, примеряла. Мама ругалась, что я его таскала. Она белая. Вот, фату тоже нашли. Фотографии, боже, когда мы начали перебирать фотографии, это был просто кошмар. Работа сразу затормозилась. Мы так много всего там перебирали, и много очень и выбросилось, много запаковалось, уехала в деревню. Что-то мы сгрузили там в одну комнату, как бы сделали такую кладовочку, да, куда не будет доступа к другим людям, чтобы прям все-все-все не вывозить. В общем, работы было очень много. Очень-очень много работы. Я там просто ходила постоянно. Но самое забавное было с моим браслетом. Это какое-то просто чудо с ним. В общем, с утра у нас с мамой было распределение обязанностей. Она занималась хозяйством. Я только собаку выгуливала. И... А я выгуливала собаку и готовить завтрак. Она там ходила, подделывала то, что нужно, в принципе, сделать с утра, да, покормить, почистить. В общем, подготовиться к кормлению в обед. Вот. И я, когда готовила завтрак на всех, детей же нужно было покормить, и дедушку, и себе приготовить. Я старалась-то мою маму правильно готовить. Но за счет перекусов просто вот эти вот полезные приемы пищи, они нивелировались. В общем, перекусы — это зло. Вот. Значит, я ходила постоянно туда-сюда, там, блинчики сделать, в холодильник от холодильника, плиты. Там кухня большая. И не то, что у нас 6 квадратных метров, когда руку так протянул, и ты уже холодильник открыл, другую руку протянул, и уже достал там вилочку. Ногой можно было перевернуть блинчик, да, у нас очень маленькая кухня, там кухня большая. Я вот ходила туда-сюда, туда-сюда, и мне мой браслет через час, он сигнализирует, встаньте, пройдитесь. Типа, вы давно не двигались, давайте пройдитесь. Я такая, в смысле? В смысле пройдитесь? А я что делаю, по-твоему? В общем, он мне не реагировал вообще на это движение. Но, тем не менее, активность, даже с таким вот, то, что он не хотел реагировать, активность была большая. Еще мы катались с детьми на велосипедах. Вот могу вам ставить фотографию, я там в поле сфотографировалась. Вот, с собакой гуляли мы вообще. Я обожаю собаку, графа, наш граф, я его называю графиня, графатуля, графин. В общем, да, обожаю его. Он самый классный пес. Сейчас с ним гуляет папа. Надо было его забирать сюда, чтобы нахаживать шаги. Вот, и сейчас я приехала, и знаете, села такая и думаю, и что мне делать сейчас? Я даже не знаю, за что взяться. Так как крючки я не взяла, я, конечно, поищу крючки, куда я могла оставить крючки. Я купила классные коробочки. Сейчас вам, наверное, покажу. Немножко как порядок навела. Еще ко мне приедут коробочки. Я хочу одну полочку освободить. Там пластиковые контейнеры. Ладно, сейчас покажу и расскажу, что я с ними хочу сделать. Вот, значит, сижу и думаю, чем заниматься. Это очень необычное чувство. Очень-очень необычное. Все, давайте я вам покажу коробочки. Буду вязать... А, да, я буду вязать сейчас удочку и буду делать ленивца. Поэтому вязание покажу. На столе показывать не буду, потому что за две недели мои руки в ужасном состоянии. Как бы я ни защищала их перчатками, это не помогает. Я тут сделала маникюр, но пальцы, там где маленькие трещины на коже, там, конечно, это все сойдет где-то через недельку. Поэтому пока что руки я руками на стол показывать не буду. Вот, давайте я вам покажу коробочки. Значит, коробочки. Так, отойти мне вам показать. Я навела порядок, получается, вот на этой полочке. Сложила все аккуратненько. Кстати, вот в этом стаканчике нужно посмотреть. Крючки. Я когда навела порядок, конечно, я теперь фигушки, что найду. И на Wildberries я купила вот такие вот коробки. Дело в том, что у меня вот эти вот полки, стеллаж, которые мы делали, они не совсем стандартные. И найти коробки, чтобы вот поместились, очень-очень сложно. Соответственно, я все искала, чтобы мне подошло. И получается, вот эти коробки, они подойдут, потому что они высотой 9 сантиметров. И мне станет 4 вот такие вот коробки вверх, чтобы они ровненько вот так вот закрывали мне полочку. И вот в самом верху, это еще у меня тут везде бардак, я буду потиху наводить порядок. В самом верху вот эти вот пластиковые контейнеры. Я хочу их освободить в такие коробки. Они есть разные по размеру. Вот эти вот, например, маленькие здесь. Вот такие вот маленькие. А там получается побольше, по-моему, к самой стенке. Они не идут, если я не ошибаюсь. А может, ошибаюсь. Может, там что-нибудь поставится, да. Главное, что вот здесь вот они прям идеально стали. И высоту они тоже хорошо станут. Вот, значит, пластиковые контейнеры я хочу освободить. И использовать их для порошка, для каких-то, возможно, круп, для лекарств. Вот, посмотрим. Вот, потому что мне не нравятся. Они очень много занимают места. Вот пространство между ними, как бы, это получается пустое пространство. И там пыль скапливается. А когда вот так плотненько, щельненько стоят коробки, мне такой вариант нравится больше. И здесь тоже какие-то... А, это пустые коробки. Мне надо будет их отвезти. Вот, тут тоже коробочки. Стоят. Это упаковка моя. Я купила большой... Большую бобину джутового шпагата. Вот, им упаковываю свои игрушки. Ну, и в остальном у меня тут... Вот здесь вот стояли коробки. Я их убрала. Уже не помню, куда. В общем, сейчас буду искать все. Это когда наведешь порядок. Даже чуть-чуть, да. Хотя, какой тут порядок? Ну, так немножко разгреблась. Получше. Потому что, если вы помните, здесь вообще был какой-то хлам. Все скидывалось. А сейчас все это хотя бы не на виду. Нет такого зрительного напряжения мусора. Но и там я хочу все вот это вот убрать. Все это уберется у меня. И будет аккуратно. Вот. Так что едут ко мне коробки. Они будут не с картой. А там другой расцветки. Буду разные коробочки брать. Вот думала. Либо одни взять одного дизайна. Либо разные. Решила взять пока что разные. Мне нравится по качеству. Четыре коробочки. Мне обошлись 15 белорусских рублей. Дороговато. Я сначала думала большие коробки брать. Но когда берешь большую коробку. Получается, ты туда складываешь, складываешь. Потом у тебя что-то надо достать. Ты достаешь эту коробку. Начинаешь вот так вот все в разные стороны. Получается там бардак. Уже не помещается то, что там лежало. Потому что надо опять это все аккуратно складывать. А когда ты там какую-то маленькую, не знаю, пуговичку. Или какой-то инструмент хочешь достать. А он на самом дне. Это просто кошмар. Поэтому я решила взять вот такие вот небольшие все-таки коробки. Это самые небольшие по размеру. То есть вот эти вот, которые я показала. Это поменьше самые маленькие у них. И в два раза больше большие коробки идут. Вот. И они тоже становятся боком. То есть друг друга дополняют. Прям круто. Потихоньку буду покупать там один комплект в месяц. Или там два комплекта в месяц. И потихуя, наверное, заполню максимально этими коробками. Аккуратно сложу. Мне не так уж много, в принципе, надо. Раз. А не. Много. Потому что нужно по два комплекта на одну полку. Скорее всего так. Вот. Вот такое вот включение. Смотрите, что я там заснимала... Поснимала в деревне. Немножко вам природы. И покажу вам чуть попозже ленивцам. Музыка. Морда-то бульонная. Большое включение и из деревни. Надеюсь, что будет слышно и видно меня. В общем, я тут засела на очень долгое время. Я уже здесь неделю и я не вязала практически вообще. Я закончила один плейсмат. Он был практически связан. Буквально я провязала один рядочек и все. Больше не вязала. А все почему? Потому что я занимаюсь другой полезной работой. Я занимаюсь пропалкой. Я занимаюсь поливом. Потому что у нас здесь невезучая местность. Не хватает воды и нужно все поливать, потому что все сохнет. Сегодня мы будем поливать клубнику, потому что клубника закончилась. Я ее прополола и она стала высыхать. Если не польем, то она просто погибнет. На следующий год вообще клубники не будет. Еще, наверное, надо будет полить капусту, огурцы. Лук, кстати, тоже начал сохнуть. Даже не знаю, может полить. Жалко, очень жалко растений. Так что кормим животных здесь. У нас есть кролики, много цыплят. И дети кормят, и я кормлю. У меня ходили за черникой. Черники тоже мало. Сейчас я собираю красную смороду. Давайте я вам покажу где-нибудь. Ее тоже очень мало. Очень мало. Совсем мало, и она мелкая. На этом кусте обычно сморода просто огромная. Вот. Мама пока перебирает малину. Потому что я перебирать не люблю. Я люблю собирать. Могу собирать что угодно, как долго, как угодно. Лишь бы только собирать. Светит солнышко. Я, кстати, в кофте, которую вязала мужу когда-то давно. Это кардиганчик. Это кардиганчик, в общем, связан с лонимской пряжей, по-моему. Вшивала сюда молнию. Вот такое. Муж не носил, потому что коротковато сделала. Ему спину не закрывает очень коротко. По рукавам нормально. Мне рукава длинные, потому что я ему вязала, что плечи были широкие. У него более широкие. По длине рукава у меня получается. Оно длинновато, но ничего страшного. Манжеты здесь достаточно узкие. В общем, отвезла эту кофту в деревню, ношу здесь в деревню. Вот такие вот дела. Так что вязания у меня вообще нет. Я еще здесь на неделю. Потом поеду в Минск. Буду ждать, когда сделают уже кухню. Я надеюсь, что ее уже должны будут к этому времени сделать, чтобы устанавливать. Ну и меня ждет большая уборка. Я морально пока готовлюсь к ней. Все, я думаю, что на этом такое маленькое подключение будет достаточно. Теплого вам денечка. А вообще мы ждем дождик. Надеюсь, что дождик пойдет. Итак, сегодня следующий день. Я тут принарядилась в рубашечку. Дело в том, что я заказала себе вот такого типа вельветового. Две рубашечки с Алиэкспресс. Черную и фуксию. Но на камере я прям вообще очень яркий. Она более такое в бордовый цвет уходит. Вот. И на этой рубашке были... На этих рубашек были вот такие деревянные пуговицы. Вообще, ну как бы так себе. Они здесь смотрелись. И я вам показывала, что я купила вот такие пуговки. Черные и золотистые. И решила, так как у нас вчера было 30 градусов, сегодня 20. Я решила, что нужно мне, наверное, рубашечки эти приодеть. Я забыла джинсовку в деревне вместе с вязанием. И я до сих пор не могу вот этот момент отпустить, что я забыла вязание. Для меня это какой-то, наверное, показатель. В общем, черная рубашка. Вообще, здесь написано, что здесь 60% хлопка. 65 хлопок, 35 полиэстер. Но она чувствуется как 100% полиэстер. Ну, ладно. В общем, вот такие вот пуговки черные. Мне кажется, такие черные смотрятся лучше. И вот на этой рубашечке такие золотистые. Везде поменяла. Пришила. Плюс еще, понятное дело, что, во-первых, здесь была коричневая нитка пришита. И на этой рубашке тоже коричневая нитка. Я подобрала цвет, максимально похожий на камере и передается, из мулине. И пришила ниточками мулине. Вот. Так что, думала эти пуговки выбросить. А потом подумала, что вот на вязаном изделии, на каком-нибудь бежевом, наверное, ну, они такие легкие. И, возможно, будут они смотреться. Поэтому выбрасывать не буду. Положу свою заначечку, где пуговицы лежат. И вот эти по три пуговки я тоже оставлю. Я не снимала вот этот защитный слой, который здесь, они прикреплены, чтобы они не царапались друг с другом. Если вдруг захочу куда-то пришить, либо нужно будет здесь пуговка поменять, потеряется, нужно будет поменять, заменить, то тогда будет у меня как раз на запас. Вот эти пуговицы я заказывала на Алиэкспресс. Ой, на Алиэкспресс, на Wildberries. Вот. В общем, мне нравятся. Они такие... Вроде смотрела, мне показалось, может, дешевенькие как-то выглядят. Но, по-моему, нормально. Вот. Так что рубашечки перевела в порядок. Теперь можно смело их носить. Я вам обещала показать ленивца. Вообще, я вам хотела сначала ремонт показать. Но ремонт мы закончим. Мало ли, кто-то не хочет смотреть ремонт. В общем, вот такой малыш у меня получился. Крошка-картошка. С уточкой по... Уточка по мастер-классу Анастасии Кирсановой. И я поняла, что я вам не показывала перед отъездом. Я тестировала мастер-класс новый от Насти Анастасии Кирсановой. Нэнси, упс. Это вот такой вот смешной, просто до невозможности, лягушонок. Смотрите, какой он классный. Тут такой классный ротик. Он без подвижной головы. Но, тем не менее, он очень-очень клевый. Я еще хотела его сделать в таком темно-деленом цвете. Но не успела. Тогда я еще связала... Наверное, вставлю вам фотографию. Я связала шмелека. Тоже по мастер-классу Анастасии Кирсановой. Это второй шмелек. И я сделала его в виде брошки. Фотографировала с ним. А потом, когда приехала, я поняла, что мне нужно было собрать подарок для племяшки. Как-то я не подрасчитала время. То есть мы приехали, а через неделю у нее должен был быть день рождения. Я... То есть мы бы через неделю не увиделись. Поэтому нужно было заранее этот день рождения ей подарочек к дню рождения сделать. И, в общем, она даже вчера мне написала сообщение, что она забыла про этого шмелика. Мы сначала прикрепили ей на рюкзак. На рюкзаке тоже очень классно смотрится. Я там небольшое дополнение еще внесу для следующих шмелеков, чтобы более надежно было. Мне с крылышками там стрёмно все-таки, что они могут потеряться. Особенно если как брошку носить. Вот если даже брошку сюда приколоть, да. И если рубашка будет ездить или джинсовка, допустим. То с крылышками там могут быть проблемы. Поэтому я их немножко доработаю. По-моему, в мастер-классе об этом написано. Но надо, кстати, посмотреть. Вот. И... И... Делала себе этого шмелика хотела оставить. Я его фотографировала. И как сережку тоже, думаю, возможно, сделаю. Но сначала я хочу сделать сережки божьих коровок. Вот. Тут я вчера говорила, что с вязанием как-то у меня туго. И пока думаю. Но пока вязать я буду. Я, если честно, уже вчера стала смотреть видео про кризис среднего возраста. Там говорят про 30 лет. Я как бы... У меня 35. И... Вроде бы должна была уже это все пережить. Но я чувствую, что что-то не так. Как бы я сопротивляюсь. И вчера меня опять накрыло, потому что я посмотрела статистику на YouTube. Мне захотелось всплакнуть. И вообще не понимаю, зачем канал. С другой стороны, я понимаю, что я прихожу сюда, чтобы поделиться с вами своими работами. Вдохновить вас, чтобы пообщаться с вами. Потому что я всегда отвечаю на комментарии. У меня их немного. Поэтому я успеваю ответить на все-все-все комментарии. Те, которые приходят мне оповещения. Те, которые почему-то мне приложение не показывают. Я потом могу увидеть через 2-4 недели, через месяц, несколько месяцев. Стараюсь ответить, если актуальны еще вопросы. Но так в основном я отвечаю сразу же. Практически сразу. Вот. И когда я посмотрела статистику. И тут мне тоже одна девушка писала насчет монетизации. Как подключать спрашивала. И я просто понимаю, что монетизация у меня, например, еле-еле наскребается выплата за год. Поэтому, что уж тут говорить про какую-то монетизацию. Это канал чисто для души. У меня так точно. Я не знаю, как у девочек набирается столько просмотров. У меня вообще по сравнению с предыдущими годами статистика упала. И просмотры уменьшились в 2 раза. То ли я такая нудная, то ли я такая непонятная. И меня неинтересно вообще смотреть. Вот у меня мысли такие закорадуются. Я понимаю, что есть девочки, которые будут меня смотреть любые видео про вязание, не про вязание. Вы мне писали. И огромное спасибо вам. Но новые-то не приходят. Значит, есть какая-то проблема. И поменять себя я не поменяю. Ну, просто мне кажется, что YouTube, наверное, просто не моё. И стоит ли его вести? Ну, как бы так, изредка видео выкладывать, наверное, стоит, да? Как бы показываться, рассказывать что-то. Когда очень хочется, просто очень хочется поделиться. Так, чтобы надеяться на YouTube, что он когда-то вырастет. У меня и так, ну, как бы подписчиков много. А просмотров вообще нет. Это какой-то... Я не знаю, как это объяснить. И вообще кошмар. Вот. Значит, что я сегодня буду делать? Надо, наверное, связать шмелика. Потому что я хочу попробовать его сделать более ярким. И хочу себе брошечку всё-таки. И мне ещё нужно одного шмелика связать. Папа съездил, попросил, ну, купил у людей мёд в сотах. Я обожаю мёд в сотах. Особенно, если соты такие прямо, когда можно жевать жвачку восковую. Я не кушаю прям много-много. Понятное дело, что он сладкий. Но ложечку мёда скушать, там, после приёма пищи, мне очень нравится. Именно, вот, когда он в сотах. Просто мёд я не очень люблю, поэтому... Но я попросила, чтобы он взял в сотах. Мы аккуратненько по баночкам разложили. И я подумала, что я хочу этим людям тоже сделать одну такую пчёлку, брошечку. Может, они куда-нибудь её приколят на какую-нибудь тюль или ещё куда-нибудь. Вот, значит, так что хочу сделать двух шмеликов. Реакция... Да, не рассказала про реакцию племяшки. Она, в общем, забыла про этого шмелика, которого я ей подарила. И она, говорит, лежит на столе что-то непонятное. Думала, что муха, а оказалось, что больше. Она, короче, перепугалась. Очень сильно испугалась, что это шмели. Вот. И такая же реакция была у моей подруги, когда мы ездили на День города в моём родном городе. И с ней тоже встретились. У неё не очень хорошее зрение. Не совсем большой минус, но носит она очки. И, значит, она наклоняется. А у меня шмелик, значит, майка такая жёлтая. И ворот у неё прям под горло. И он сидел у меня прям под воротом, так сбоку. И она наклоняется. Потом как-то кричит. Я говорю, ты чего? Она такая потом смотрит. Я говорю, это же связано. В общем, он выглядит очень натурально, круто. Только хочу его сделать поярче. А поярче нужно что-то мудрить, потому что самая яркая ниточка, которую я использую для него, это вот такой жёлтый цвет. Вот у Adelia Kids есть ещё вот такой жёлтенький. Он, видите, совсем бледный. Я использую вот этот более яркий. И всё равно его недостаточно этой яркости. Так что, вот, буду делать шмеликов. Они очень натуральные, очень классные получаются. И хочу ещё сделать черепашку. Обо всём этом вы посмотрите, увидите уже в следующем влоге. Потому что я думаю, что буду заканчивать этот влог. На улице темнеет. Я надеюсь, что он не сильно отразится. Ну, у меня тут лампа светит, чтобы меня подсвечивать. Вот, значит, про вес не сказала вам. Значит, я приехала, говорила, что я за две недели набрала килограмм. И за вчерашний день я питалась очень чисто. На дефиците калорий, как я привыкла питаться, когда была на программе. И сегодня минус килограмм. В принципе, я вернулась до веса, который был, когда я уезжала. Но у меня там ещё, получается, я уезжала с лишними полкилограмма. Соответственно, сегодня я продолжаю питаться так же, как и вчера. Нужно, кстати, сходить купить себе белок какой-нибудь. Другой, потому что я сейчас курицу кушаю, филе. Но вкусные десертики кушаю. Покажу вам вот этот быстрый десерт. Сейчас кухни нету. Сырнички мои не испечешь. Вкусные пирожки тоже. Можно в микроволновке, но... Можно в микроволновке, но мне так лениво что-то. Потому что пока это всё намешаешь, перемыть. В общем, это очень долго. И поэтому я себе делаю быстрый десерт. Это 100 грамм мягкого творога. Можно нольпроцентный, можно пятипроцентный. Я чередую. Это раза. Во-вторых, не всегда в магазине есть нольпроцентный. Поэтому, ну, пятипроцентный без проблем я беру. 100 грамм вот этого творога. Ложечка казина, чтобы он был более насыщенным. Чтобы на дольше хватало. Не чувствовалось голод. Варенька мое любимое. Вот я перемешиваю варенье прямо с творогом. Варенье у меня черника, черная сморода и вишни я добавила. Следующее варенье я буду делать чисто вишневое. Здесь вишни были не подавлены. Я их просто добавила. Я делаю сейчас практически сырое варенье. Его не провариваю. Тоже в микроволновке буквально пару минут нагреваю. Добавляю подсластитель. Добавляю псиллиум. И оно за счет того, что псиллиум это загуститель, оно хорошо схватывается. Получается такой типа варенька мармеладик. Сверху отруби пшеничные. Очень вкусные. И ежевикой меня угостили. Вообще кушала, наверное, первый раз в жизни ежевику. Осознанную жизнь точно первый раз. Потому что вкуса я так до этого не знала. Ежевики как-то проходила всегда мимо нее. А сейчас прям наслаждаюсь. Потому что там баночка чисто для меня. Решила ее не замораживать. А скушать самостоятельно. Вот. Деткам лучше свежую, наверное. Давайте я вам покажу, что у меня там с ремонтом. И на этом мы закончим. Ну что, на кухне темень полная. Давайте, наверное, включим цвет. Желтый цвет. Ненавижу желтый цвет. Значит, что у меня на кухне. Давайте я вам переверну камеру. Значит, на кухне мне провели розетку внешнюю для посудомоечной машины. Также поменяли вот здесь вот розетки. Здесь будет, наверное, как это называется? Чтобы зажигался. Для электророджига. Для варочной поверхности. Сверху будет для вытяжки. И вот эти провода, это будет для подсветки. Плитка. Мы все-таки решили, что будет скинание. Плитку не хочу сбивать. Она хорошо здесь лежит. Наверх просто сделать скинание. И скинание даже будет лучше, потому что здесь угол, по-моему, я вам говорила. Он тупой. И очень сильно вот эта вот стена уходит туда, в коридор. Соответственно, большой зазор выходит. И за счет скинание этот зазор немножко скроется. Также поменяли здесь розетки. Вот. И я не помню, наверное, подоконник я вам не показывала. В общем, не поменяли подоконник. Простите за мусор здесь. Муж принес плиточку, электроплитку. И поэтому мы тут частично готовим. Но я практически не готовлю. Здесь вчера только пожарила себе яйцо. Захотелось мне разнообразия от курицы. Так, значит, и у меня очень сильно повредили подоконник. Но вот я смотрю, что даже на камере, ну, не так сильно это видно. Хотя, если я вам покажу, где, вы сразу поймете. Ну, наверное, вы понимаете, что вот эта вот часть вся у меня здесь сломали полностью угол. И прямо угол вот досюда сломали. Также снизу очень сильно поломали. Вот здесь вот очень глубоко была выемка. Где-то вот здесь вот. Вот. Потом вот здесь вот. И получается в самом углу. Я это все замазала. Ну, как могла, да. Конечно, я не строитель. Соответственно, строитель мог бы это сделать лучше. Я очень рада, что мы не поклеили. Потому что если бы поклеили и потом не так сломали стену, это было бы вообще печально. Я покрасила батареи. Не помню, говорила вам или нет. Но еще не повесили. Будем этим заниматься на этой неделе. Потому что на следующей неделе уже приедет кухня. Мне обещали. Если все будет хорошо. Столешницу хотела вам показать. Вот такая будет столешница. Она по типу бетона. Вот. И само окно мы сделали. Сейчас немножко отойдем на улице. У нас похолодание и пошел дождик. Значит, это пластиковые откосы. Вот так они выглядят. И если вы обратите внимание, то пластиковые откосы, ну, наверное, не очень видно. Они, короче, в виде трапеции сделаны. То есть, возле окошка они прямо к окошку прикасаются. А потом расширяются наружу. Якобы делая окошко больше. Вот. И я буду снимать вот эти вот все крепления. Ох, какой дождик пошел. Значит, буду снимать вот эти вот все крепления. И сверху тоже. Потому что я не буду сюда возвращать жалюзи в день и ночь. Я заказала на Алиэкспрессе наклейки в виде жалюзи, такие полосочки. И хочу эти наклейки сделать где-то сантиметров 60. Вот так вот. Чтобы просто не видеть, чтобы соседи не видели. Не видели меня. Вот. Полочку я, по-моему, вам показывала. Вот так я ее покрасила. Если не показывала, вот покажу. Тоже заказала на Вайлбере с креплением. Приедут. И мне нужно будет купить оргстекло. Дождик пройдет. Я пойду. Пойду на улицу. Так что вот так продвигается ремонт. Я надеюсь, что дождик не сильно мешает. Прям шумит он вообще. Ох, ветерок поднялся. Надеюсь, что сейчас гроза не начнется. Я немножко побаиваюсь. Тем более, что дома сейчас одна. Так. Значит, на следующей неделе мне уже обещали, что приедет кухня. Соответственно, я думаю, что на следующей неделе, если все будет хорошо и действительно они приедут в понедельник, то они на следующей неделе ее поставят. И мне останется только пригласить на тянуть потолки и все разложить, помыть и ремонт. А, еще плинтуса. Еще, и еще, и еще. Еще много чего делать, мелочей. Ну, не так много. То есть надо будет плинтуса после кухни прикрутить. Нужно будет немножко там поделать щелень на кухне будут за счет того, что лежит плитка и она очень сильно от стены отступает. Соответственно, там, где будут висеть шкафчики, будет зазор. Его нужно будет закрыть. Вот. И под дверями. Ванно, туалет, еще двери нужно доделать. Там, где порожек, все это закрыть. В общем, работы еще будет так потихоньку. Но мы это все сделаем. И ремонт будет закончен, на самом деле. Потому что больше мы здесь ничего делать не будем. Вот как есть, так есть. Будем дальше жить. Ничего больше менять не собираемся. Возможно, мы посмотрели, что нужно будет менять со временем ламинат в комнате, в которой мы делали первый ремонт. И, скорее всего, уложить линолеум. Потому что линолеум нам нравится больше, чем ламинат. Ламинат, вот я катаюсь на стуле офисном. И он очень сильно потрескался, поцарапался. Очень красиво выглядит. Благо, что это за диваном и не видно. Поэтому голыми ногами не ходишь. И глазами это ничего не цепляется. Поэтому, ну, как бы ладно. Не так страшно. Не будем пока что менять в ближайшие пять лет. Я думаю, что с ламинатом делать ничего не будем. У нас там на ламинате стоит шкаф, купе и мой стеллаж. То есть, снизу ламинат. Нужно будет как-то обрезать его там. Ну, сложно будет это все сделать. Поэтому не хочу заниматься точно не в следующем году и не через два года. Ремонт – это классно. Те, кто любит ремонт, я ремонт ему очень люблю. Поэтому это не моя тема, не моя любовь точно. Хотя я так, когда вот там шпаклевала, что делала, если бы меня научили, я бы, наверное, этим занималась. Потому что меня очень интересует именно ручная работа. Не важно, какая она, тяжелая или не тяжелая. Я к этому отношусь спокойно. Да, есть какая-то усталость, но мне эта усталость нравится, когда очень так хорошо поработал физически. В общем, я совсем не теоретик. Головой не люблю работать. Я такой… В общем, люди делятся на практиков и теоретиков, да. Я больше практик. Мне больше нравится именно что-то делать своими руками, чем что-то создавать то, что нельзя потрогать. В общем, я надеюсь, что вы поняли. Все, на этом я буду заканчивать этот влог. Буду завтра начинать новый. Надеюсь, что сегодня свяжу нового героя. А может быть… Да, для чего вам понравилось? И нужно возвращаться к официальным официям, потому что за последние полгода я их побросила. Много что считала, что не делать. Знаете, как настроение, ничем не буду заниматься по жизни. Все это очень долго не оценивается. И… Ну, какой-то у меня переломный момент. Я все сопоставляю. Не понимаю, что происходит. Вроде бы все хорошо. Но что-то не так. Что-то… Невозможно это даже начать. Потому что как мастер состоялась, как она не состоялась. Вроде бы как-то и личность тоже более-менее состоялась. Потому что мастер по миниатюре. Причем я качественно делаю свою работу. Не боюсь врать за сложное. Что-то делать новое. Вспомнить меня пару лет назад даже. И сейчас… Конечно же… Я совсем другая. И… Вроде бы все хорошо в жизни. Но что-то не так. Что-то не так. Что-то не так. Вот. Пока оставляю все как есть. Ничего пока менять капитально не буду. Но я думаю, что какие-то изменения не будут. Я думаю… Лавинка. Верну камеру в руках. Верну камеру в руках. Наверное, снимаю. Подожду, пока дозик не кончится. Ну и время сейчас. Согласно, чтобы куда-то идти. Второй раз позадку. И когда уже пойдет. И да. Насчет питания. Подела, что мне нельзя делать. Удра большие переливы между приемами пищи. Желательно, чтобы это было максимум три часа. Потом уже идти готовить. Либо там ближе к трём уже идти и готовить. Чтобы еще три часа покушать. Вечером у меня периоды между приемами пищи могут увеличиваться. Я очень спокойно вечером переношу. Но с утра у меня какой-то жор. И лучше я буду чаще кушать с утра. Вот вчера за день я кушала пять раз. Причем с утра у меня были перерывы через три часа. А вечером уже ближе к четырем они длились. Вот. И такой вариант мне больше нравится. Ну и как видите результат конечно налицо. Я знала, что после того как кушал сладкое и мучное. И очень много. И было очень много перекусов. Что будет большая отечность. Но я думала, что уйдет только пол килограмма. Я не думала, что прям килограмм у меня уйдет. Но факт остается фактом. В общем сейчас у меня вес 68,5. Но если вы предыдущие влоги смотрели. Я буду стараться вес держать в рамках 66-68 килограмм. Соответственно мне еще сбросить пол килограмма. Как минимум. А лучше полтора. И потом я буду придерживаться. Ну то есть контролировать. Если буду питаться, не знаю, ну как бы перекусы. Вот они меня конечно подлавливают. Мозг у меня такой хитрый, хитрый жук. И такой, ну ты же сбросила. У тебя же все получается. Ну давай сейчас немножко наедим килограмм чемба. А потом с тобой легко сбросим. И так сложно с ним бороться иногда. Но буду стараться. Буду стараться не поддаваться на его уловки. Вот. Вернулась к занятиям регулярным. Потому что на две недели я там пыталась вначале заниматься. Но потом просто физически сил не хватало на зарядку. Потому что, я говорю, была такая бешеная активность физическая. Что я просто сил не хватало уже делать. Даже элементарную зарядку. Даже десять минут. Просто ну реально. То времени не хватало. Уже как бы там после еды не позанимаешься. Перед едой надо кушать и готовить. Либо уже поздно очень встаешь. С утра как-то все крутится. И я понимаю, что вот то, что я говорила. Что два, десять минут надо найти. Надо найти. И я понимаю, что мы все разные. И не каждый может найти время. Да. Не каждый может это время найти. И питание. У меня многие пишут, что не подходит. Возможно, да. Возможно, это питание не всем подходит. Мне оно подходит. Очень. Я вижу результаты. Как видите, даже если ты чуть-чуть набрал, при возвращении к такому питанию вес очень хорошо уходит. Понятное дело, что я вчера питалась на таком достаточно большом дефиците калорий. Но еще пару дней я на нем попаду. И потом буду выходить на равновесную калорийность. Мне уже не понадобится месяц для того, чтобы выйти на эту равновесную калорийность. Я могу на него сразу перейти. Либо там два дня чуть повыше калорийность. Потом еще на пару дней повыше сделать. Также я стала опять делать вакуум с утра. Это очень поддерживает живот, чтобы он сильно не выпирал вперед. И мои массажи. Вечером после душа я наношу крем. И потом делаю с кремом массаж. С утра я делаю с сухой щеткой. Это, конечно же, подтягивает кожу. И она себя чувствует намного, намного лучше. И выглядит намного лучше. И сегодня, когда я делала зарядку, мне было легче, чем вчера. Вчера, конечно, этот килограмм было очень тяжело. Но я пересилила себя. Вот. Ладно. Все. Увидимся с вами в новом видео. Пока оставляю все как есть. Канал буду вести. Не буду с ним ничего делать. Посмотрим. Я не знаю, что делать со статистикой. Но, ладно. Посмотрим, что там будет дальше. Редактор субтитров us о partitiveной. Субтитры подогнал «Симон»